Что делать если вы купили квартиру с долгами по ЖКХ? Практика показывает, что при покупке квартиры на вторичном рынке новый собственник часто сталкивается с такой проблемой, как непогашенные долги по ЖКХ старого владельца недвижимости. Эти долги постоянно всплывают в платежках и порядком портят нервы. Коммунальщиков в этой ситуации несложно понять. Они хотят взыскать задолженность, а кто будет платить им все равно. Но что делать новому собственнику? Платить или нет? Давайте разберемся вместе. Здравствуйте, вы на канале приоритеты с юристом Евгением Корсакиным. Переходим к теме. Кто должен платить? По логике долг должен погашать тот человек, у которого он возник. А что говорит в этой ситуации закон? Закон в целом с логикой дружит, однако есть исключения. Итак, согласно статье 210 гражданского кодекса, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Это значит, что по общему правилу бремя содержания, которое подразумевает в том числе и оплату услугу ЖКХ, возникает только в связи с собственностью и никак иначе. Иными словами, собственник платит только с того момента, когда он получил недвижимость в собственность. А старые долги остаются за прежним хозяином, но из общего правила закон предусматривает два исключения – закон или договор. Разбираем исключение первое – договор. Правила, предусмотренные договором, являются приоритетными. То есть, если при покупке недвижимости стороны договора купли-продажи предусмотрели, что долги переходят к новому собственнику, в связи с чем цена объекта может быть существенно снижена, то так тому и быть. Действовать будет правило, предусмотренное договором купли-продажи. И второе исключение – закон. Статья 210 Гражданского кодекса устанавливает, что некоторыми федеральными законами также может быть предусмотрено, что отдельные долги переходят к новому собственнику. Это правило на сегодняшний день прямо касается долгов по капремонту. Почему долги по капремонту должен погашать новый собственник? Хитрые законодатели здесь применяют другую логику. Речь идет о том, что взносы на капремонт закрепляются не за собственником недвижимости, а непосредственно за самой недвижимостью. Поэтому и долги здесь следуют за объектом недвижимости, а не за конкретным собственником, при котором они возникли. Что у нас в сухом остатке? Итак, мы выяснили, что новый собственник в силу закона обязан погашать только задолженность по взносам на капремонт. Все остальные долги по коммуналке его не касаются. Стало быть, капремонт оплачиваем, а остальные платежки образно отправляем в мусорное ведро или макулатуру. Разбор полетов с управляющей компанией. А как отстоять свою позицию в спорах с УК? Они как отправляли свои платежки со старыми долгами, так и продолжают их отправлять. И списывать долги не торопятся. Этот вопрос можно решить достаточно просто и быстро. Для этого вам надо просто обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением о том, что они должны открыть счет на нового собственника. В качестве подтверждающего документа о том, что вы стали собственником данной недвижимости сравнительно недавно, приложите к вашему заявлению выписку из ЕГРН. После этого управляющая компания должна оставить вас в покое. Если нет, то можно будет обратиться с жалобой в прокуратуру. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!